Доброе утро! Так или иначе, приходится адаптироваться. И это то, с чем ребенок уже с самого маленького возраста начинает взаимодействовать. Дети тратят на гаджеты примерно 6 часов в день, и это еще не предел. Чаще всего гаджетами пользуются мальчики в подростковом возрасте по 8 часов. А интересуются они в основном компьютерными играми и видео. Девочки предпочитают социальные сети. Причем, чем старше девочка, тем дольше она в них сидит. Эксперимент, проведенный в 2014 году в США, показал, дети, которые неделю провели в компании мобильного телефона, хуже проявляли эмоции и способность к вербальной коммуникации, нежели те, что неделю находились в лагере. Вернемся в Эстонию. У нас какие-то соответствующие исследования проводились? Ну, у нас в стране, естественно, как и во всем мире у ученых, есть интерес к этой теме и к тому, как гаджеты и современные интернет-технологии влияют не только на детей, но и на взрослых. Например, в прошлом году проводилось достаточно масштабное исследование Тартусским университетом совместно с Институтом здоровья. И проект этот назывался «Диги-лапс» или «Диги-ребенок». И, соответственно, исследовалось, сколько дети проводят времени в интернете и какие проблемы это может вызвать. И если вкратце, то, наверное, ученые не открыли какого-то серьезного такого вот... Не знаю, какого-то... Велосипед не изобрели. Да, велосипед не изобрели, что дети, которые чрезмерно зависают в гаджетах, они хуже учатся, и часто это может указывать на проблемы в семье. А чрезмерное зависание – это сколько в часах, поясните? Ну, вот тоже в этом исследовании так достаточно туманно говорится о том, сколько это много или мало. Вот я, например, в своем опыте могу сказать, что лучше посмотреть на другую жизнь ребенка помимо гаджетов. То есть является ли она полноценной, общается ли ребенок со своими сверстниками, успевает ли он делать уроки, есть ли у него время для отдыха и для того, чтобы проводить время просто так. И вот если увидеть, что это все есть, тогда можно считать, что, в общем-то, с гаджетами все нормально тоже. А если планшет заменяет все остальное, тогда уже, значит, пора бить тревогу. Да, тогда это уже тревожный знак. И кроме того, если, допустим, ребенку нужно оставить планшеты, заняться чем-то другим, или родители ему говорят о том, что нужно сейчас закончить, допустим, игру, или закрыть компьютеры, заняться чем-то другим, и у ребенка следует очень бурная эмоциональная реакция, и она всегда такая, тогда это уже повод задуматься и забить тревогу. А что делать, как эту тревогу бить? Сразу обращаться к специалисту, или есть какие-то нехитрые секреты, которыми может воспользоваться каждый родитель? Ну, в общем-то, я здесь рекомендую посмотреть на режим дня и вообще расписание недели ребенка, и на жизнь семьи в целом. То есть вот те важные моменты, которые я уже перечислила, и, в частности, это время для отдыха ребенка, и для отдыха такого активного, ну, здесь вот имеют решающее значение. Ну, и, конечно, надо посмотреть, как время свое проводит семья. Семья, в которой люди занимаются спортом, которые проводят... Если родители сами сидят в телефоне и говорят ребенку, отойди от планшета, то, понимаете, тут трудно, наверное, на таком вот примере воспитать кого-то. Да, то есть если в семье есть хорошие традиции, а самое главное, есть близкие эмоциональные отношения, и где люди разговаривают друг с другом, вечером обсуждают, как прошел день, и утром, ну, делятся планами на будущий день. В такой семье, в общем-то, такие вопросы обычно не возникают. А вот смотрите, некоторые родители говорят, что они против того, чтобы ребенок там в смартфоне или в телефоне играл в какие-то дурацкие там бродилки-стрелялки, но при этом всячески поощряют использование различных, ну, так называемых развивающих игр. То есть если ребенок там решает какие-то задачки, или там исследует нашу планету, есть различные приложения, программы, или участвует в каких-то викторинах, то вот они это даже поощряют. Это правильно? Ну, сейчас мир изменился, и дети действительно получают информацию напрямую через разные обучающие видеоролики, и родителям, наверное, спокойнее видеть, что ребенок занят каким-то полезным делом там в интернете. Хотя, на самом деле, для переключения внимания с одной деятельности на другую, короткая какая-то игра, это, в общем-то, ничего страшного. Вопрос в том, насколько ребенок туда, в эту игру, залипает, и насколько быстро он может выйти и переключиться на другой вид деятельности. Вот еще один из таких вот проблемных моментов, это то, что современные дети перестают читать. Хотя есть оценки некоторых современных психотерапевтов, психологов, которые говорят, что заставлять современного ребенка читать совершенно бессмысленно, так называемые цифровые дети принадлежат уже к новой коммуникативной культуре, вот аудиовизуальной. И в информационную эпоху мы информацию больше воспринимаем зрительно, а не из книг или на слух, как было раньше. Вот вы согласны с тем, что это нормально, собственно говоря? Да, я с этим согласна, что действительно наш мир очень изменился, и дети теперь другие, они по-другому думают, по-другому воспринимают информацию. И единственное, что я хотела бы здесь добавить, это то, что традиция чтения, это все-таки семейная традиция. И современные родители, читающие, они очень часто используют теперь не бумажные книги, а, например, электронные книги. И дети, глядя на это, тоже, в общем-то, к этому приобщаются. Это очень удобно, да, в одном маленьком планшетике можно уместить целую библиотеку. И еще один формат, в котором дети познают мир литературы, это аудиокниги. Поэтому, ну, я бы не стала так категорично говорить о том, что дети совсем отстранились от чтения. Просто они это делают в других формах. Мы уже упомянули исследование, о котором вы говорили в самом начале, но с его результатами там не совсем все понятно. А дайте свою личную оценку, насколько серьезно эта проблема стоит перед детьми в Эстонии. Ну, я, поскольку по роду своей деятельности сталкивалась и с такими клиническими случаями, когда действительно ребенок сидит уже в интернете сутками, и родители там под дверь приносят ему на подносике еду. Вот. Но, в принципе, я бы хотела сказать о том, что это единичные случаи. Это, скорее, не правило. Ну, такое не правило. То, что ученые говорят о том, что дети проводят все больше и больше времени в интернете, это вот, ну, на мой взгляд, это все-таки примета времени и изменившегося мира. И почему родители это вызывают такую сильную тревогу? Потому что они жили в другое время. Да, они жили в другое время, а сейчас, получается, родители, которые не имеют этого опыта, они должны каким-то образом регулировать, устанавливать правила. И часто родители, они что думают? Что и главная родительская функция в том, чтобы ограничить как-то или отобрать. И поэтому, а как это сделать? И действительно, определиться с вопросом, все-таки это зло или добро для ребенка, им сложно. Спасибо. Татьяна Романова, психолог, была у нас в гости.